В эфире городские подробности. В нашей программе мы расскажем все о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Елена Гончарова. Здравствуйте. В Архангельске продолжается подготовка жилфонда к зиме. Новый отопительный сезон уже могут встретить во всеоружии 15% домов. Плановые работы в остальных продолжаются. Об этой и других темах шла речь на совещании в мэрии города. На этой неделе в 122 домах в центре города появилась горячая вода. Энергетики ТГК-2 завершили ремонты на сетях. Впереди работы в округе Варавино-Фактория. И остаются отключенными потребители Ломоносовская и Майская горка. Срока проведения работ нет. На особом контроле городской власти работа локальных котельных, где сегодня также проводятся плановые ремонты. Я прошу обратить внимание на те замечания, которые в прошлом году выдавал Ростехнадзор. Это и по аварийным тренировкам, и создание материально-технических запасов. Топливо, ремонтные работы, понятно. Но есть еще ряд документов, которые должны быть оформлены. Но и особое внимание на подготовку многоквартирных домов. В центре внимания участников совещания были и вопросы благоустройства города. Особенно актуален в летнее время покос травы. Вторая его волна началась в Соломбайском и Октябрьском округах, а также в Майской горке. 1 августа эстафету благоустройства примет Маймаксанский округ. В конце апреля в Архангельской области была утверждена региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов. Обозначенный минимальный взнос на проведение работ 6 рублей 10 копеек с квадратного метра. Платить его мы начнем в конце года. А уже сейчас нужно определиться со способом накопления средств. До 29 августа архангелогородцы на общих собраниях в своих домах должны решить, как копить деньги на ремонт крыши, фасадов, подвалов и фундамента, лифтового оборудования, внутридомовых инженерных систем, на установку общедомовых приборов учета. По потребности. Основных вариантов два. Либо аккумулировать деньги на спецсчете своего дома, либо перечислять региональному оператору в так называемый общий котел. И то и другое касается жителей домов, износ которых составляет не более 70%. Только они попали в региональную программу капремонта. У нас в фонд, в программу попали 3889 домов. Это всех домов по городу Архангельск. Как правило, многоквартирные большие дома, от 5 до 9 этажных. Способ формирования фонда капитального ремонта выбирают спецсчет. На сегодняшний день приняли по спецсчету 935 домов. Спецсчет в банке практически единогласно выбирают ТСЖ и кооперативы. В этом мы убедились на собрании представителей нескольких товариществ собственников жилья. Председатель ТСЖ Никольска Ирина Пучинина подсчитала. За перевод денег региональному оператору проголосовало лишь 2% жильцов ее дома. Мы выбрали способ формирования денег на капремонт на спецсчете, который открыли 30 июня вот этого года. Деньги будут аккумулироваться именно на спецсчете нашего дома, а не где-то там в общем котле у регионального оператора. Деньги можно будет расходовать исключительно по решению собственников на общем собрании. Вот наш дом по срокам стоит в 43-м году. Крыша, предположим, потечет в следующий год. Предположим, 1400 за год мы соберем, мы примем решение, что у нас эти деньги мы в этом году снимаем на капитальный ремонт крыши. Спецсчет своего дома – вариант для активных и инициативных. Тех, кто может самостоятельно находить подрядчиков, проводить ремонт по мере необходимости и уверен, что деньги на эти цели будет собирать жильцов своевременно. Если переводить взносы на счет регионального оператора, он сам будет обязан провести ремонт. Но лишь тогда, когда подойдет ваша очередь. Сотни домов Архангельска дождутся этого, если вообще дождутся, на последнем этапе программы. С 38-го по 43-й год. А что, если уже лет через пять крышу снесет? Решать проблему придется самостоятельно. Вариант с региональным оператором, казалось бы, подходит жителям деревяшек. Самые ветхие в очереди на ближайшие 5-10 лет. При тарифе 6 рублей 10 копеек с метра денег на спецсчете для проведения ремонта их обитателям просто не накопить. По подсчетам специалистов, экономически обоснованным для жителей деревянных домов был бы тариф в 29 рублей. На такой финансовый удар по кошелькам граждан не пошли. Но ремонт проводить региональный оператор обязан. Поэтому он может привлекать деньги, накопленные жильцами других домов, на капитальные работы в конкретной деревяшке. При этом собственникам квартир в ней все равно придется своими взносами погашать этот, по сути, кредит. Представители регионального оператора уверяют, чтобы вовремя проводить такие ремонты и покрывать разницу между установленным тарифом и экономически обоснованным, необходимо привлекать бюджетные средства. Когда программа капитального ремонта Архангельской области наберет свои обороты, когда вступят в силу все основные нормативные акты, мы полагаем, что дефицит бюджета может быть порядка 3-4 миллиардов рублей в год. Ни одному бюджету самостоятельно с этим вопросом не справится. Так же, как ни одному муниципальному образованию, соответственно, те денежные средства, которые необходимо будет довносить в систему капитального ремонта, должны быть получены из других источников. То есть, как мы говорим, это кредитование и финансовая поддержка. Дефицит в 3-4 миллиарда рублей – это по всей области. Бюджет Архангельска при таком раскладе недосчитается около миллиарда рублей в год. Это приведет к очередному урезанию средств и замораживанию программ по социально-экономическому развитию города. Без федеральной финансовой поддержки муниципалитет региональную программу капитального ремонта просто не потянет. В ноябре прошлого года мэрия Архангельска завершила масштабный и значимый для горожан проект – обустройство улицы Ваучейского. Асфальтоукладочные работы этим летом коснулись и второго участка магистрали – от проспекта Ломоносова до площади профсоюзов. Однако, все же находятся те, кто в бочку меда подбрасывает ложку дегтя. По сведениям одного из печатных изданий, при строительстве улицы Ваучейского были допущены нарушения. Якобы завышена стоимость материалов, а песок вообще применен не тот, что в проекте. Специалисты компании «Севзабдорстрой», которые и занимались дорогой, разъяснили нам, что использовали тот песок, который только и добывается в карьерах нашего региона. Нами был применен песок очень мелкий, в соответствии с нормами строительными, и его качество не ухудшает итоговое качество дороги. По асфальто-бетону, асфальто-бетону произошла техническая ошибка за сумму, которая, так сказать, мы ее сняли, эту сумму, и в счет этой суммы выполнили работы по геотекстилю. Это прослойка, которая улучшает свойства земляного полотна. Претензию по качеству дорожной разметки, которая к лету подстерлась, «Севзабдорстрой» тоже не принимает. Работы Новоучейского завершались поздней осенью, поэтому было принято решение нанести временную разметку краской. А износостойкий термопластик положили этим летом в благоприятных погодных условиях. С нашей стороны было все сделано абсолютно согласно проекту. Все замечания, которые были еще на стадии производства, все были устранены. Была принята дорога госстроенадзором обязательно. Мы несем гарантию, гарантийные обязательства в течение пяти лет по этой дороге. Специалисты недоумевают, как мог возникнуть вопрос о возвращении в областной бюджет 12 миллионов рублей по нарушениям, которые якобы были выявлены в ходе проверки, если улицу Выучейского строили и вводили в эксплуатацию под контролем и после положительного заключения инспекции госстроенадзора Архангельской области. И ведь при этом Севзабдорстрой и мэрия Архангельска во время работ сэкономили для региональной казны куда большую сумму. В результате выполнения работ возникла экономия порядка 39-40 миллионов муниципалитетам. Данные средства, предусмотренные областью на этот объект, были не востребованы с правительства Архангельской области и остались в областном бюджете. Дорожники по закону имели полное право взять себе эти 40 миллионов, но поступили порядочно. Да, видна честность в наши дни, не дороже интриг, увлеченных политиканством областных начальников. Для детей дошкольного возраста к началу нового учебного года в детских садах Архангельска откроются дополнительные группы. Такую задачу мэр города Виктор Павленко поставил перед муниципалитетом. Всего таких групп будет 9. Подробности у Марии Воробьевой. С 1 сентября в детском садике при 5-й школе «Елочка» дополнительно откроется одна группа, 9-я по счету. Детский сад станет гостеприимным домом для 200 юных горожан. Чтобы в маленькой елочке было не холодно зимой и тепло летом, установлен теплый пол, сантехника, межкомнатные двери, заменены оконные блоки. Работники фирмы «Профистройдизайн» работают очень оперативно, работают качественно. То есть каждый день мы контролируем их работу и видим, что довольно быстрыми темпами работа подходит к концу. Срок сдачи этой группы у нас 15 августа. А вот в начальной школе детском саду номер 77, что на Новгородском проспекте, работы завершатся 31 июля. Здесь тоже откроется одна дополнительная группа и примет 25 малышей. Еще в прошлом году в этом помещении была игровая комната, а с 1 сентября здесь появится спальня. Уже собраны 25 кроваток. Осталось сделать косметический ремонт. Сейчас рабочие укладывают кафельную плитку, ведутся малярные работы. Капитальный ремонт в здании практически завершен. «На данный момент выполнена замена унитазов, раковин и работы сантехнические заканчиваются. И на сегодняшний день еще ведутся работы по установке теневого навеса». Обеспечение детей местами в детсадах продолжает оставаться главной социальной задачей мэрии города, определенной и в майских указах президента. В этом году с 1 сентября в Архангельске откроется 9 дополнительных групп. По числу детей это полноценный садик на 175 мест. Во время Великой Отечественной войны его судьбоносное, принимая ответственность на себя, спасло жизни многим морякам. Исполнилось 110 лет со дня рождения знаменитого флотоводца, героя Советского Союза Николая Кузнецова. Торжественный митинг в честь этой даты прошел у памятника адмиралу. Уроженец Архангельской области. Он начал карьеру с должности рассыльного в Архангельском порту, а потом, приписав себе два лишних года, поступил в Северодвинскую флотилию. Накануне нападения Германии в июне 41-го адмирал Кузнецов перевел флот в боевую готовность номер один, не дожидаясь официального приказа Сталина. Это помогло избежать потерь в первый день войны. Сегодня не вызывает сомнений. Имя адмирала Кузнецова – синоним развития русского флота. Он создал указом своим Нахимовское военно-морское училище, которое я закончил в 77-м году. Семь лет я отслужил в соединении ракетных катеров, которое в 37-м году своим приказом учредил на Сахалинской флотилии Сихьянского флота, опять же, Николай Герасимович Кузнецов. Сегодня отдать дань уважения адмиралу пришли и ветераны флота, и продолжатели морских традиций кадеты, а также активисты молодежной организации «Юность Архангельска». Традиция собираться у бронзовой скульптуры флотоводца родилась 4 года назад, в день установки памятника. Здесь, в 12-летнем возрасте, полуэкипажа Северной флотилии, Северодвинской флотилии, начинала свою морскую деятельность еще юнгом. И здесь вот находится училище имени Воронина, а теперь это Арктический университет. И вот место выбрано не случайно здесь, вот на берегу Северной Двины. И уже стало доброй традицией, выпускники Арктического университета вручаются им дипломы именно здесь, у адмирала. Это памятник, величественный памятник, не только дань уважения, как человеку Николаю Герасимовичу Кузнецову, но и как символ морской славы нашим всем морякам в первом порту нашей России, в колыбели военно-морского флота России. В память адмирала собравшиеся почтили минутой молчания, после чего к подножию монумента возложили цветы. Торжественный митинг открыл череду мероприятий, посвященных Дню ВМФ России. 75 лет назад этот праздник был установлен приказом адмирала флота Николая Кузнецова. Лето в Архангельске по традиции – пора свадеб. В Центральном городском ЗАГСе регистрация пар проходит с интервалом в 20 минут. О других рекордных цифрах в материале Екатерины Грициенко. У каждой счастливой пары своя история любви. Познакомились мы на работе, на старой моей. Он пришел, как сказал, что сразу влюбился. Познакомились через знакомых, потом в интернете общались, потом встретились в кино. Первый взгляд, просто улыбка. Просто с первого взгляда увидел, потому что в моем сердце ехнуло. Белое платье, цветы, улыбки гостей и обручальные кольца – все это символы не только взаимной любви, но и будущего нашего города. Для меня любые пары, которые рождаются в городе, это счастье, как для мэра города. И когда их становится больше, это, конечно, замечательно для нашего города. Это говорит о том, что в нашего города большое будущее. Когда создаются пары, когда с каждым годом их становится все больше, когда рождается детишек больше, значит, будущее у нашего города есть. Екатерину Александра Дю познакомил брат невесты, когда те были студентами. Оглядываясь в прошлое, молодожены говорят, это была любовь с первого взгляда, но осознать ее они смогли только спустя время. Что-то прошла, какая-то искра, да, но мы ее не осознали. Потом вспоминая те моменты, когда мы первый раз друг друга увидели, мы понимаем, что да, ну просто судьба нас вела и вела друг друга. Что будет сделать, чтобы семья была крепкой, чтобы идти вкладывать в ваш союз? Понимание. Вот почему-то это слово тоже не делается. Понимание. Да, нужно понимать друг друга. Этот день будут хранить в своем сердце не только жених и невеста. Прекрасный праздник, окутанный очарованием и нежностью, навсегда запомнят все гости свадьбы. Я знаю Катю, ну намного дольше, чем Сашу. Она очень естественная, какая она в жизни есть, веселая, жизнерадостная. Вот она с Сашей совершенно такая же. На самом деле они молодцы, что это сделали, потому что это идеальная пара. День свадьбы Екатерина Александр решили провести в Малых Карелах. Так старина и великое наследие сочетаются с современными традициями. Этот красивый солнечный праздник – только начало большого пути. И пусть он не будет тернистым. По словам сотрудников ЗАГСа, в Архангельске количество браков ежегодно возрастает. И, конечно, пик летнего сезона – самая популярная пара для свадеб. Ну июль самый популярный. Вот сейчас регистрировала я брак за номером 1139 с начала года. В июне зарегистрировано 210 браков. В июле пока 198. Но еще середина месяца, я думаю, что рекорд побьет. Пожалуй, такие рекорды фиксировать приятнее всего. Однако в их достижении удастся поучаствовать далеко не всем желающим. Летнее время для регистрации браков в Архангельских ЗАГСах уже занято. Всех влюбленных сотрудники ЗАГСов приглашают подать заявление на осенние месяцы. Это была программа «Городские подробности», с которыми вас познакомила я, Елена Гончарова. Всем удачи, хорошего дня и до встречи на канале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова